Всем привет, я Леся Грузинская, и сегодня в рубрике «Бенефис аромата» у нас «Амбре ледер» от Тома Форда. Мне кажется, в мире существует всего несколько таких брендов, каждый запуск которой приковывает к себе внимание, влюбляет в себя просто всех любителей парфюмерии. И вот Том Форд наверняка один из таких брендов, потому что здесь сложилось все, годы упорной работы, такие дерзкие, какие-то нестандартные решения, хороший маркетинг. И такая общая атмосфера тяжелого люкса, все это привело к тому, что Том Форд стал символом роскоши, и каждый аромат занимает места не только на наших парфюмерных полках, но и в наших сердечках. Вообще, если наблюдать за деятельностью Тома Форда в последнее время, то кажется, что его кидает из крайности в крайность. Одна крайность – это когда он выпускает лимитированные, ну, или псевдолимитированные ароматы для коллекции Private Blend. Цена у них, скажу сразу, заоблачная, а интерес у публики такой, что буквально через пару месяцев после запуска аромата в корнерах на полках стоят просто пустые тестеры. В другой крайности он решает дать вторую жизнь старым ароматам, теперь сделав их, наоборот, более доступными, выпустить как бы в мир, что не может не радовать нас, потому что цена у них совершенно другая уже. Например, сейчас мы это наблюдаем с ароматом Бодежу. Он обрел такой прозрачный граненый флакон и стал значительно доступнее по цене. Ну и, собственно, с ароматом Umbre Leather, который у нас сегодня на обзоре, случилась та же самая история. Изначально он был выпущен в линейке Private Blend, потом был снят с производства вообще, а в 2018 году вышел в доступной версии. За формулу этого аромата отвечала парфюмер Соня Констант. Она создательница бренда Ella Kay и, например, таких ароматов, как Cures, Карнер Барселона, Донна от Валентина, Дентин Роуз от Виктор Эн Рольф и добрый третий ароматов Нарцисса Родригес. Для Тома Форда она тоже не впервые создает аромат, а в пятый раз. Прежде чем об аромате рассказать, я бы, естественно, сделала акцент на флаконе, потому что я очень люблю красивые, приятные флаконы, а это как раз такой. Черный – это вообще идеально, моноцвет – это прекрасно. Все черное, при этом матовый сам флакон, на нем кожаная вставка, на которой написано название, если учесть, что аромат называется Umbre Leather, то есть как бы кожа. Это вообще очень круто. После этого аромата уже Металлик и Бодежур вышел в таком же флаконе, поэтому можно сделать вывод, наверное, что вся линейка будет в таком флаконе. И я вообще не против, мне очень нравится. Первое, что хочется сказать, это явно кожа. Но понятное дело, что здесь не только она. Маркетинговая пирамида заявлена, конечно, гораздо обширнее. Кардамон в верхних нотах, жасмин и кожа в сердце, и база, состоящая из пачули, амбры и мха. Вообще фанаты, которые хорошо были знакомы с первой версией, говорят, что вторая от нее заметно отличается. Ну, якобы первой было больше прохлады за счет фиалковых листьев, а в этой, если детально ее рассматривать, жасмин дает как бы больше прозрачности и света. Вообще получился такой добротный, плотный, монолитный кожаный аромат, который навевает мысли, наверное, о кожаный салон какого-нибудь невероятно дорогого авто, потому что здесь все-таки приятная кожа. И несмотря на то, что он адресован и мужчинам, и женщинам, сидеть он будет по-разному. На мужчине это будет так очень органично, естественно, на женщине это будет дерзость и вызов. Если вы себя относите к любителям кожаных ароматов, но по какой-то неведомой причине у вас до сих пор нет амбре ледер, то я советую прям ей обзавестись. И наоборот, если вы вдруг довольно прохладно относитесь к ароматам с кожаным аккордом, но хочется иметь один такой на полке и в пир, и в мир, тоже, мне кажется, идеально подходит. Кстати, это еще отличный вариант для тех, кто хотел попробовать тосканскую кожу от Тома Форда, но их останавливала цена, потому что этот вариант более доступный, а они, правда, похожи. Только в тосканской коже будет больше черносливовых нот и какого-то малинового варенья, здесь сладости этой нет. Как вариант еще этот аромат может пригодиться, например, если вы в целях заботы об окружающей среде не используете натуральную кожу, а носите из кожзама одежду, то вот можно сделать вид, что кожа натуральная с помощью этого аромата. Пишите в комментариях, как вы относитесь к такой политике Тома Форда, когда он из лимитированной коллекции потом делает более доступный, более бюджетный вариант. Нравится вам это или наоборот считаете, что нужно оставлять лимит лимитом? А вы по ссылочке в описании можете найти свой экземпляр. Субтитры сделал DimaTorzok